Применение Гоу Гуаши Ли Применение Гоу Гуа надо уметь готовить, как говорят, подготавливать. Что это означает? Вот что я сейчас у вас увидел, вот мы делаем, вы на месте, ну не важно, на шагах, допустим, вот я завел руки внутрь, вот сюда, и потом в этом положении, чрезвычайно у меня слабая позиция, и начнет вот этими задние дельты пытаться вытаскивать. Очень тяжело, потому что это невыгодная позиция. Гоу Гуа нужно готовить вот следующим образом, посмотрите. Вот я сейчас, обратите внимание, правая рука будет отводить. Это придерживает. Я отвел, и дальше его не пускаю, смотрите, не пускаю, не пускаю. И я стартую уже вот из этой позиции. В принципе, я уже отсюда могу его атаковать. Вот этой рукой, посмотрите, отвел, придержал его, и вот я начинаю стартовать. Суть дела в том, что если я вижу рядом со мной лох, типа Владислава, дает меня разводить руки, ага, сейчас мы тебе на Гоу Гуа и насадим. Да, и я начинаю, опа, видишь, широко дает, не ограничено. Хорошо, раз, отвел, а здесь не даю, придержал эту руку, раз, и сюда вошел. Вот, поэтому без предварительного отведения, вот когда сюда зашли, нет смысла делать. Попали в такую ситуацию, уже надо что-то как-то выходить, либо нижними винтами смещаться, потому что там уже сделать невозможно. Вопрос какой-то, кто-то хотел задать, нет? Ну, суть в этом, то есть вы должны, вот на этом этапе, видите, я отвел, опять же, правильно, фуань, отвел, и здесь немножко придержал, зафиксировал, а это еще догоняет. То есть, одна рука чуть-чуть притормаживает движение, а вторая делает круг, вот это вам нужно уловить. Второе, на что обратить внимание, тоже один из ключевых моментов. Сейчас, что было, опять повторили, вроде бы отвел, плечо, фиг отсюда вытянешь. Лучше всего, гоу-го, а если вы сюда на треть, вообще вам никто, сам черт не брат. Опять же, отсюда атака очень хорошо делается, она коротенькая, посмотрите. То есть, мне еще задача, отвел, просунул, о, видите, как легко, и пошел. Просунуть туда руки. А? Ну, там близко. Я вообще как-то делал до событий в Киеве, меня приглашали киевские ребята, которые занимались под Яо Чингуаном и Калишем. А акцент у Чингуана был сюда вытягивать, и у них не получалось это. А Яо, он предпочитает чуть больше усилия наружу, вверх есть немножко, больше наружу, именно вот этими зонами. И, когда я показал, у них глаза открыли, а что, так можно? И у них все пошло, наладилось. Поэтому, да, здесь больше акцент кай-хэ, иногда он выглядит и так, и так, видоизменяется. Но суть в том, что я вот специально, видите, закатал рукава, чтобы это было видно, вот. Вот, отвел. Вот здесь вы не сделаете, вот здесь вы не сделаете, нужно, вот здесь я отвел, да, вот сюда просунул, да, вот хорошая рука, сопротивляется, зараза, не хочет, чтобы... Вот, важный момент, важный момент, я ассистирую товарищу, не торопясь. У меня сделали? Ты делаешь, ты делаешь, да. Вот то, что я рассказывал, пробуй осуществить на практике. Ну, и атаку. Очень далеко потянул. Что я хотел показать? Я даю такой тонус, который будет для него оптимальным, то, что вы говорили. С одной стороны, чтобы он был, с другой, чтобы он не включал грубую силу. Это очень тонкий, вы должны почувствовать и помогать в этом плане. Третий важный момент, что, чтобы вот это все применять, нужно шаг за шагом, сначала без сопротивления, потом легкий тонус, потом добавляем, потом, как он чертяку упирался, сейчас не хотел давать, потом такие последовательства. Потому что сразу начинать в свободном не получится. Либо вы не подготовитесь, либо пытаетесь вот этой зоной делать, либо партнер упирается и вам вообще не дает шансов наработать. А чтобы сделать, ну, говорят, около 10 тысяч раз, чтобы оно стало навыком, да. Работаем. Спасибо. При использовании здесь максимальное натяжение, когда я вот такую конструкцию, очень сильное натяжение от кончиков пальцев до всех. Вот. Потом я могу свободно и такие встречаются, и такие зоны, да. Еще в этой плоскости. Вот. Да, по-науке должно быть один угол, второй угол. Вот, 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 вот. Поехали вниз. Вот. Суть в том, что, смотрите. То есть здесь вот получается натяжение, ну, как бы, сухожигли, правильно? Сейчас объясню. Смотрите, столбы, шили, это инструмент, это не прием. То есть мы проработаем тело в определенных натяжениях, а применять вариантов, может быть, самые разные. Вы проработали тело, и у вас оно не обязательно будет в чистом виде, вот как это делать. В идеале надо стремиться к чистой технике, в идеале. Но надо понимать, это только инструмент. Шили Гога тоже инструмент. И, кстати, когда вы выполняете, у вас не заходит Гогуа Шили, вы тогда возвращаетесь к столбу, допустим, не хватает вот этого усилия, прорабатываете это усилие, потом начинаете делать Гогуа Шили с акцентом наружу, я могу сюда акцент, а могу сюда и плотно прорабатывать, но без напряжения. Почему? Возможно, я делаю руками, возможно, я не подключаю вот эту составляющую. И возвращаетесь к базовой технике. Все, что не проходит, вы, да, возвращаетесь к базе и смотрите, разбираетесь, почему так не работает, да. Работаем. Да, и атакующая. Тут можно, да. Ух, напрягся, зачем ты напрягся? Так, ошибка какая, вы сейчас сокращаете, одна из замечаний, которое, амплитуду сокращается. У вас, можно на секундочку, на ваше место. Вот, вот, пошло. Еще скорость. Вот, нужно широко, длинная амплитуда, и медленно, слушаем усилие. Вот. Вот, сейчас, видите, рассмотрел мимо усилия. На быстром движении не рассмотрю. Послушал усилия. Все, можно начинать. Вот так надо разбираться. А у вас, вот, что сейчас было. Давайте еще раз. Меньше, 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 меньше. Давайте. Вдумчиво слушаем усилия, помогаем, ассистируем друг другу. Ну, пока так можно, да, нормально. А, да. И законтролируем. Можно придержать за плечи, чтобы далеко не улетал. Только сначала на себя немножко выйдь. На себе, мимо себя. Не было к себе. А ты сразу в сторону повел. Ну, хоть таким макаром. Давай, давай. Не торопитесь, ага. Ты на себя, надо мимо себя тянуть. Мимо себя. Тем больше перебащить.